Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы читаем с вами книгу премудрости Иисуса Сына Сирахова, 9 глава. «Не будь ревнив к жене сердца твоего, и не подавай ей дурного урока против тебя самого». Именно так поступает ревнивец. «Ты точно мне изменяешь? Ты обязательно мне изменишь, если до сих пор не изменила?» «Ну хорошо, изменю». Вот что ответствует тот, на кого ополчается ревность. «Будь благороден и думай, и давай пример благородного обхождения с той, которая находится рядом с тобой, являясь женой сердца твоего». «Не отдавай при этом жене душу твою, чтобы она не восстала против власти твоей». То есть не будь совершенно порабощен женщиной, как бы ни была она тебе дорога, как бы ни была она для тебя близка, но оставляй часть своей мужественной властности. Мужчина — глава в семье. Жена есть отражение славы своего мужа, как луна — отражение света солнечного. Ибо жена, восставшая против власти мужа своего, тогда, когда почувствует полную его от себя зависимость, может много вреда принести и тебе, и самой себе. «Не выходи навстречу развратной женщине, чтобы как-нибудь не попасть в сети ее». Выходя навстречу такой женщине, ты можешь считать себя вполне благонадежно защищенным, наличием ли своей жены или монашеских обетов, или своей жизненной опытности, по которой ты намереваешься не впасть в сети. Но помни, что как жизнь богача наших представлений о ней, так и сети греха, коварней самого мудрого мудреца. И не такие столпы, как мы, падали от этого женского коварства. Не оставайся долго с певицею, чтобы не плениться тебе искусством ее. Одно дело — получать от искусства некое душевное усложнение, а другое дело — быть этим искусством плененным. Так что, подобно Ироду-царю, ставшему свидетелем Плясавицы, своим распутством затмившей всех блудниц, девицы, дочери Иродиады, он тогда, потеряв голову, пленившись ее танцем, ее искусством, стал убийцей величайшего из рожденных женами Иоанна Крестителя. Так, чтобы и в твоей жизни нечто подобного не произошло, не оставайся долго, не вовсе будь отчужденным от всяких искусств земных, в том числе и преподаваемых женщиной, но только не затягивай, не оставайся надолго, не порабощайся. Не засматривайся на девицу, чтобы не заплазниться прелестями ее. Речь идет не о женихе и невесте. Надлежит жениху увидеть красоту своей избранницы, но если ты уже муж взрослый, если уже определились обстоятельства твоей личной жизни, то, подобно Премудрому, положи с очами твоими завет не воззреть тебе на девицу, поскольку воистину нет ничего прекрасней девушки во всей ее чистоте и свежести и прелести ее, которые таковыми и называют Премудрой, несомненно, возымеют над тобой силу, так что потеряешь ты и всю свою силу, и мужественность, и всю устойчивость свою, если будешь без зазрения совести заглядываться на нее. Уж тем более, продолжая в следующем стихе, наставник, не отдавай души твоей блудницам, чтобы не погубить наследство твоего. Кажется, блудницам душа не достается. Блудниц, говорят, не целуют в том смысле, что не приветствуют их душой своей, но, тем не менее, через тело погибает и душа твоя, и все вместе с душою рушится, все наследство твое, всякая добрая память твоя. Что для этого нужно делать? Не смотри по сторонам на улицах города и не броди по пустым местам его. Всякая пустота полна некого наполнения. Если ты не заполняешь свою жизнь и внутреннюю жизнь в том числе, полезными и образами, и содержанием, и деятельностью, то непременно тени из преисподней и соблазны наполнят ее. В наше время человек, бессмысленно странствующий по интернету, непременно будет уловлен сетями греха. Потому если и пользуешься этими техническими средствами, достижениями человечества, то себе на пользу, но не во вред. А пустота и бесцельность странствования непременно приведет к беде. Отвращай око твое от женщины благообразной, и не засматривайся на чужую красоту. Здесь красота и благообразие поставляются в надлежащем их прекрасном виде и отдает дань автор женскому влиянию на сердце мужчины. При этом четко устанавливает для нас границы, как впоследствии уже совершенно скажет Господь. Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. Но святитель Феофан так разъясняет на практике исполнение этой божественной западе. Если при виде благообразной женщины меня не тошнит, а чувствуя нечто противоположное, то есть некоторое расположение с аппетитом, расположение с увлечением, в этом греха нет. Ибо это устроение Божье, взаимное устремление полов. Но грех начинается о ежевожделете, то есть к овладению, разглядывании, устремлении к этой красоте для того, чтобы ею воспользоваться. А вот это запрещает и премудрый наставник. Отвращай око твое от женщины благообразной. Ты увидел ее, не будь к ней прилеплен глазами своими, но умей и отвести глаза. Не засматривайся на чужую красоту. Увидел, посмотрел, прославь Творца, создавшего это благообразие. Но далее не давай себе свободы быть бесконечно увлекаемым в эту бездну красоты, из-за которой ты можешь лишиться и самого себя, и своего достоинства. Ибо многие, продолжает далее наставник, «Совратились с пути через красоту женскую, от нее, как огонь, загорается любовь». Но это в русском тексте, а церковнославянский еще ярче говорит. «И от сия похоть, яко огонь, разгорается». Вот это очень конкретные последствия неосторожного разглядывания женской красоты. «Отнюдь не сиди с женою замужнею и не оставайся с ней на перу за вином». Чем так плоха жена замужняя? Тем, что, в отличие от девицы, она может быть не так осторожна к своей чистоте. И если при девице страх быть растленной для благовоспитанной девицы всегда при ней, то, кажется, уже многоповидавшая женщина более может оказаться доступным и для нее не является недоразумением посидеть за вином с тем, кто не является мужем ее. Это само по себе уже несет для тебя опасность. «Чтобы не склонилась к ней душа твоя, чтобы ты не поползнулся духом в погибель». Интересно, что в этих плотских вопросах и проблемах, и опасностях, о которых говорит премудрый наставник, он очень четко проводит единство телесного и душевного, и духовного. И там, где плотская несдержанность, там же и крах духовный. Там, где поползается душа, там и всякая плотская распущенность и грех. «Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним». Возвращается к теме дружбы во второй части главы «Премудрый». «Ибо новый не может сравниться с ним». «Друг новый то же, что вино новое». «Когда оно сделается старым, с удовольствием будешь пить его». «Не завидуй славе грешника, ибо не знаешь, какой будет конец его». Очень многие люди, не имея мудрости, а тем более премудрости, видя благоденствие людей бессовестных, по этому поводу ропщут на Бога, проявляя этим только свое собственное пристрастие, свое собственное пристрастие к благам века сего. Но ты не знаешь, какой подлинный конец тех нераскаянных грехолюбцев, которые, на твой взгляд, сейчас благоденствуют. Лучше было бы, говорит Господь, человеку такому не родиться. Вот что ожидает тех мнимых счастливчиков, которые не обрели истинного и подлинного счастья богообщения. «Не одобряй того, что одобряют нечестивые. Помни, что они до самого ада не исправятся». Воспоминание ада призвано действовать, как нашатырный спирт. Будь очень осторожен, не поддерживай в худых делах тех, кто им служит. Ты не сослужишь им своей милостью, добрую пользу. Они идут в свое место, уготованное, впрочем, не для них, а для дьявола и агилом его. Так говорит об озере Огненном Господь. И горе тебе, если ты оказываешься их помощником на этом драматическом пути. Лучше бы отступить тебе от них. Если хотят они погибать, пускай погибают сами, но не вместе с твоей помощью. Держи себя дальше от человека, имеющего власть умерщвлять, и ты не будешь смущаться страхом смерти. Он у нас мораторий на смертную казнь, но при этом некоторые как бы и бравируют своей близостью к тем, чья профессия, а может быть, способ разбойничьего существования связан с кровопролитием или с защитой, или с воинскими какими заботами. действительно, по словам Антона Павловича Чехова, если ружье в первом отделении висит на стенке, то в четвертом, может, и раньше, оно выстрелит. Поэтому всякая страница тех источников смерти, которые среди рода человеческого допускаются, это благоразумно для всякого человека. А если сближаешься с ним, не ошибись, чтобы он не лишил тебя жизни. Знай, что ты посреди сетей идешь и по зубцам городских стен проходишь. Вот важное наставление по жизни. Жизнь наша не просто широкий пространный путь, но хождение по зубцам стен, не по самим стенам, которые бывают довольно широки, чтобы на них стояли защитники города, но зубцы стен, которые поднимаются выше, чем основная поверхность стены и весьма опасно по ним передвигаться, такова наша жизнь. По силе твоей узнавай ближних и советуйся с мудрыми. Немногие из нас настроены вглядываться даже в лица тех, кто рядом с нами. А один из советов опытных психологов, если ты хочешь чуть поближе узнать того, кто находится рядом с тобой, вглядись хотя бы в его лицо как художник, так, как будто тебе надлежит написать лицо его красками. И ты много заметишь в лице то, что прежде было от тебя скрыто. Еще с большим вниманием надо вглядываться в душевные свойства, в качества человека, ибо мы очень часто, проявляя к этому нерадение, потом горько жалеем. Рассуждение твое да будет с разумными, и всякая беседа твоя в законе Вышнего. Все, каждое слово ваше, говорит апостол Павел, пускай будет с верой приправлено солью, пищу не едят без некого подсаливания, и пускай в каждом твоем слове будет отражаться твое мировоззрение, а мировоззрению твоему пускай будет свойственен Божий страх, память о его везде присутствии, и о всесторонней от него, от Господа твоей зависимости. Да вечеряют с тобой мужи праведные, и слава твоя да будет в страхе Господнем. Вечеря это образ радостного, отрадного, утешительного застолья, с которым впечатления светлые, радостные, легкие остаются для человека. Пускай твоими собеседниками за этими вечерями будут те, кто сами мудры и сильны духом, те, от кого ты почерпнешь не соблазн и пустое развлечение, но истинную пользу. Изделие хвалится по руке художника, а правитель народа считается мудрым по словам его. О правителях еще скажет премудрый в своих последующих главах, но здесь некоторые уже первые мысли о правителях и они ориентируют на то, что он говорит. А вот неприязнь в городе и боязнь к дерзкому на язык и ненавидят опрометчивого в словах. Это последние слова девятой главы. Они как бы ограничивают изобильное и наставительное многословие автора. Напоминаю о том, что в многословии не убережешься от греха и людям свойственно ценить более молчаливых, чем тех, кто опрометчиво, напрасно, без осторожности расточают слова свои направо и налево. КОНЕЦ